Пожарная храма. Алло, Иванков. Вода. Значит, вы выезжаете в Припять? Алло. Алло, я слышу. На атомной станции выезжаете. Там 3-й, 4-й блок, горит крыша. Из свечей выставили число 33 и в течение 33 минут будем зажигать по одной свече. Ну, начнем в час 24, потому что в 1986 году все произошло в час 23-47 секунд. Ну, такой тайминг поймать невозможно, поэтому час 24. Я с самой школы про нее слышала и очень заинтересована этой темой. Я пару лет назад даже ездила туда. Да, я видела все своими глазами. Было очень интересно увидеть пустой город Припять. Он мне больше запомнился, как нежели ЧАЭС четвертый ряд. Такая интересная метафора. Может быть, хорошо, что мы не взяли лампадки, которые бы не вздыхали. Но это нам дает такую метафору. Приклад, как память, если ее так не поддерживать, то она также может снизить на тебя с нашей допомогой. Может быть, это такая очевидная часть самой акции, перформанса. Я еще тогда не родился. Родился только где-то лет через 10. Для меня это трагедия нашей страны, нашего народа. Для меня важливо, ну, крім звичайных фраз, что это важливая тема память про все інше, важливо також какие-то новые формы памятники привносить для того, чтобы зацекалювати людей, нагадывать им про это. И, например, это уже традиционная форма, что люди, ну, что, умовно, там чиновники кладут квіти біля памятника на каждую памятную дату. А вот это новые формы такой комеморации памятных дат. Они способны, вот, справдя, зацекалить людей и молодь, и мусти их засмислить, это как-то просмислить, чем простое покладание квитов. Просим соблюдать спокойствие, организованность и порядок при проведении временной эвакуации.